Слушай, у вас стоит же всегда так, что ты собираешь себя, детей, всех вокруг, все вещи помнишь, какие нужно собрать, а муж просто встает, собирается и потом такой, почему так долго все пойдем к Кристюшу? Я уже устала вас ждать. Молодец. Бежим мы анализы задавать с Кристюхой. Надеюсь, не опоздаем. Прическа супер. Просто супер-пупер. Сегодня у нас обещают плюс... Блин, а где он стоит? Плюс 11. Вот, поэтому, по идее, сегодня хорошо бы погулять. Ну, сейчас 10 утра. Идут. Чокают до машины. Ку-ку. У Димки оторвался один пумпончик на шапке. Пойдем за папой скорее. Догоняй папу. Сложил ушки. Да, сложил ушки, ага. Так, стой. Ручку мне давай, там дорога опасна. Ура! Ура! Мы сюда садимся. Ура! Ну, ладно. Значит, папа Дим тебя поставит. Ура! Ура! Машина! Встань к Кристине пока. Холодно? А, дует. Там, Кристина, отойди от выхлопных газов. Да. Орешки тут уже перезимовали, я смотрю. Они еще пора соль не дали. Мало ли. Зачем у меня у тебя тут лежать? Скажи, пожалуйста. Дерево вращу. Сначала надо землю. Вообще, да, ты вот не по правилам. Да, конечно. В общем, едем мы и едем. Дорога пустая, суббота. Все спят. Солнце какое-то яркое. Яркое. Но я тебе не мешаю. Блин, куда не поставишь камеру, везде мешаешь. Хочется уже лета и тепла. Но мы уже близко, близко к этому всему, представляете? Мне кажется, каждый раз, когда я сажусь в машину, у меня создается впечатление, что мы вот-вот уже скоро поедем на юг. Сегодня у меня пацаны проснулись в 4 утра. Потому что кто-то, кто-то, вот никогда по ночам не устраивайте детям, ну, точнее, по вечерам какие-то такие бурные эмоции не предоставляете, не доставляете. В общем, короче, когда он вчера притащил эту новую машину. Сначала они за нее, конечно же, дрались. И вообще все равно, что они одинаковые, только цвет разный. Но цвет же разный, понимаете? Значит, машина разная. Вот, в итоге они не могли сначала ее поделить. Потом Дима отсел в дело. Потом, ладно, мы вроде как улеглись спать. Но в 4 утра Дима проснулся, видимо, там поворачивался или что, увидел эту машину. Проснулся, встал, включил свет, разбудил Егора. И, в общем, целый час, целый час я их пыталась уложить. Это просто что-то с чем-то. И Дима ревет, типа, выпусти меня, я в машину пошел. Егор ревет просто потому, что спать хочет. В общем, это какой-то ужас. По сути, я вообще сегодня нормально не поспала. Вот. Ну, ладно. Когда-нибудь высплюсь. Кстати, кому интересно, что это за палка? Это Саша купил. Не откройте по себе планшетик. Для планшета. У тебя нет там, по-моему, интернета на нем. Для планшета и держатель. Чтобы, когда мы вставили туда планшет, то всем было бы видно мультики. Ну, пока там ничего не стоит, просто палка. Сегодня мы с вами съездим в центр. Мама, что это за башенька? Какая башенька? Рыбку, башеньку. Куда говоришь? Вот это? Это какая-то церковь. Там телевизионная, а это лютеранская церковь или какая, я не знаю. А я по этой дороге каждое утро ездила на работу. Представляете, я уже по этой дороге не ездила два с лишним года. А у меня такое ощущение, что я так пару месяцев не поездила. Вот такая вот эта у нас Петроградка. Все такое серое, скучное, вообще. Непримечательно. Тебе не видно, да? Потому что к папе нельзя, у папы стратегический объект. И вот такие вот домики. На самом деле, многие из них уже требуют реставрации, причем серьезной. Но никто... Это, кстати, что-то новое. Вот нас выстроили. Я так, кстати, не понимаю, что это, если честно, до конца. Но... Вот, видите, вот такой вот дом. Он уже давным-давно стоит. Заброшенный. Такая красота. И никто им не занимается. Но зато выстроили вот такое современное здание посередине. Ну и типа ладно. Вот. И да. Вот это тут вот спереди. За вот этим домом. Посмотрите. Тут тоже раньше стояло старое здание. Долго оно стояло. В итоге, я смотрю, его снесли просто-напросто. И сейчас что-нибудь впаяют. Снесли его реставрировать? Нет, тут еще посередине стояло. Ну, они какую-то часть, видимо, решили отреставрировать. Вон там, смотрите, сейчас покажу. Какую-то часть решили отреставрировать, а какую-то, видимо, все-таки снесли. Вот, видите, там вдалеке все разрушено. Детей смущает что-то. Нельзя по крышам лазить, если что. О, этот дядя даже не пристегнут ни к чему. Вот, так что... Сегодня мы с вами съездим вот чуть-чуть по центру поездим. Ну, это, конечно, не Невский проспект, но тем не менее. Тоже историческая часть города. Я вам сейчас покажу, наверное, смогу успею показать здание, которое мне больше всех нравится здесь на Петроградке. Это дом. Вот он. Блин, солнце. Вот он, красавчик. Мне так нравятся вот эти две башни. У него такие красивые. Ну, собственно, мы с вами едем вот сюда. Это у нас... Ты какой? Большой. Большой. Большой проспект? Так вот. Большой проспект Петроградской стороны. Многие хотят жить в центре. Но вот, допустим, мы с Сашей сходимся на том, что мы бы не хотели жить в центре, потому что здесь вот-таки такая своя специфическая атмосфера. И это нужно любить, понимать, принимать. То есть здесь нет больших торговых центров поблизости. То есть все они ездят, ну, например, в наш район, либо в какие-то ближайшие другие спальные районы. Потому что, по сути, у них тут вокруг из продуктовых только какие-нибудь маленькие магазинчики. Небольшие. А в основном вокруг кафе, кафе, рестораны. Вот это все прям главное такое. Ну, а за продуктами как? Вообще просто настолько главное. Ты когда последний раз в Ленте была? Ну, я вообще не хожу в магазин, если что. Ну, если бы мне пришлось, и мне не нравится так ходить в такие маленькие магазинчики. Даже когда мы на работе сидим, мы тоже в центре. И это не очень прикольно, когда тебе нужно что-то вроде купить в магазине. И ты идешь в один-единственный вот этот вот магазинчик маленький. Там, ну, не знаю, там очень много народу обычно толкается. Ну, в общем, для меня это важно лично. Ну, хорошо, твои версии. Почему ты не хочешь жить в центре? Прекрасно, смотри, старинные дома. Атмосфера. Постоянно пыль. Ну, пыль везде, допустим. А? На окраине не так. Ну, конечно, не так. Как там кат один что стоит? Да. Попробуй дойди сначала. Ну, так пыль-то летит, она не идет. Не знаю. Для меня вот важно в этом плане еще. Здесь особо негде гулять. Даже вот с детьми выйти с коляской погулять. Если у нас можно найти какой-то скверик, например. То есть даже какие-то улочки там с деревцами, то здесь нет. Здесь все вот так вот. То есть даже нет никакой зелени. У них, конечно, есть там в своих дворах вот этих маленьких какие-то там деревца, но их очень-очень мало. Там буквально три маленьких деревца или там какие-нибудь кустики маленькие. То есть по факту даже с собакой им погулять негде. И, ну, это тоже своего рода такой немножко напряженный момент. И да, с коляской, собственно, вот именно тут. Ну, ну вот гулять вот так вдоль вот этих вот домов и улиц вдоль дорог. Мне кажется, что прикольно жить в центре, когда ты без детей, без забот. То есть ты живешь, в двух шагах ты можешь пойти куда-то, куда тебе нужно и не тратить время на дорогу. Ну, например, та же работа. Очень много работы в центре именно. И, конечно, им не приходится стоять столько в пробках, сколько стоим мы, выезжая из спальных районов. Мне кажется, мы куда-то в театр тут ходили. Ну, вот. Мы уже почти приехали. Здесь совсем маленькая улочка тоже. Видите, вот такие вот домики. Давайте я вам приближу, посмотрим поближе. Позаглядываем чуть-чуть в окошки. Вот так вот балкончики. Конечно, интересно представлять, что когда-то в каждом из этих домов жила просто там семья, допустим, одна. Да, то есть кто-то там графья эти строили себе такие вот огромные дома. Ну, собственно, у нас сейчас ничего не поменялось, но раньше, видите, все старались в центре построить, а сейчас все стараются за городом построить. Мне кажется, это все, что поменялось. Но дворцы, конечно, все любят себе строить, у кого есть деньги. Деньги. Деньги уже. Вот видите. Ага. Мне что-то кажется, что это наша врач. Что я тут нарисовала. Смотрите, какая лампа тут. Цветочки. Картина. Вообще, это еще, как бы они тут проводят и косметологические процедуры очень много разных. Поэтому будем ждать, да, Кристина? По машине рукой. Все страшно тебе? Все боишься? Да ладно. Ну что, продолжаем с вами смотреть на здание. Такой, видите, балкон интересный. Интересно так представлять, что раньше там в бальных платьях... Помой, пожалуйста, окошечко. В бальных платьях кто-то выходил на эти балконы. Поэтому, видите, их делали такие, в принципе, достаточно большие. Потому что, ну что, вот там сейчас две дамы в бальных платьях встанут и все. Собственно, больше никто не зайдет, наверное. Вот. Красиво, мне кажется. Есть в этом что-то романтичное. Да? Да. Ристюш, ну как ты себя чувствуешь после анализов где-то там? Все знания теряю. А, зай, нормально все? Кристина боялась жутко сдавать кровь. Она никогда из вены не сдавала. Да, Кристина? Нормально? Дали ей водички попить, чтобы она восполнила свой баланс крови в организме. Кристина. Это вот у нас... Давай быстрее, быстрее. Мечеть. А вот покажу. Саша нос. А здесь у нас впереди Троицкий мост. Троицкий. А вот здесь Петропавловская крепость. Мы в обратную сторону от Петропавловки, поэтому... Кстати, надо будет как-то сходить погулять туда. Там очень интересно. Сейчас уже будет теплеть, можно. Да, надо планы составлять. Видите, у нас, чтобы маленькую достали уже. Ну да, надо, чтобы уже коляску у нас купили. Чтобы она нам не мешалась. Тут красивое небо у нас сегодня. Сегодня вам обещали пасмурную погоду, но тем не менее... Ой, какие ворота красивые, но я вам не успела показать их. Но сегодня солнышко свечет. Это, кстати, перинатальный центр. Короче говоря, сюда мне тоже предлагали поехать на обследование, когда была беременна двойней. Они якобы специализируются на двойняшках. Ну, именно на многоплодных беременностях. И... Блин, как же он назывался? Я не помню. Надо будет посмотреть. Подпишу вам. Вот. В общем, да, я выбирала между ним и Алмазово. И еще между семнадцатым роддомом. Кто в Питере, тоже знает. Такие названия. Вот. И... В общем, в итоге... В итоге я поехала опять в Алмазово. Хотя, честно вам скажу, что вторые роды я не хотела ехать в Алмазово. Я хотела поехать в другой роддом. Но все сложилось так, что я поехала опять туда. Ну, и, в общем-то, не жалею. Все, в общем-то, было неплохо. Сложилось все так, как я хотела. Поэтому вопросов нет. Надо электричечка поехала. А мы уже на лесной. Саша говорит, смотрит мне на новый троллейбус. Там впереди есть новый троллейбус. Но я чувствую, он едет быстрее, чем мы. Давайте посмотрим на новый троллейбус. Чем он отличается от старых. Ой, он как будто мне улыбается. Видишь, как будто рот и глазки. Да? Тебе, я смотрю, совсем плохо, да? Он уехал. У него в следующий остановок. Думаю, у нас следующий светофор. А вот это что такое? Это что-то государственное. Агрофизическое. Институт. Максидом. Мама, привет тебе. Я думаю, ты хорошо помнишь этот Максидом. Эти места. Потому что в свое время мы просто, мне кажется, каждый день ездили сюда. За строительными материалами. Потому что раньше мало где были эти все магазины. Большие. Троллейбус. Сейчас мы нос его посмотрим. Саша говорит, там какой-то нос. Да, прикольный. На старый похож. У него морда и веря один и тот же. Это одежда самой фары. Все тоже самое. Ты хочешь сказать, что это зад и перед без разницы? Как у электрички? Не парились. Короче, вы этого не видели. Врач сказал, что ладно, сегодня можно устроить праздник живота. А мы пришли... Нет. Мы не на Тома Джерри пришли. Куда мы пришли? На Пальму. На Пальму. Будем смотреть фильм Пальма. И такое ощущение, что кроме нас его никто не будет смотреть. Да нет, на самом деле там все билеты были уже проданы практически. Ну, нормальные места в серединке, поэтому... Но мы успели. Нормальный ряд. Потому что прошлый раз мы купили на первый ряд. И в этом кинотеатре он просто ужасен, этот первый ряд. Ты сидишь вот так. Общие шеи уже затекают, конечно, на Доге. Ну, вот. Так что у нас сегодня опять малыши с бабушкой. С прабабушкой. А у нас, типа, отдых. Да? Да. Кстати, Саша с нами не пошел на Пальму. Он пошел на Годзиллу, что-то там против кого-то еще. Горилла против... Ящериц. Знаешь, он сказал, что он не будет смотреть. А еще он в этот фильм пошел. Мы сели. Первые. И мы первые. Вообще никого нет в округе. Короче, мне кажется, что последний ряд слишком далеко. Надо было куда-нибудь поближе. А прошлый раз мы были вот там на первом ряду. И там жутко неудобно. Очень высоко экран. А там никто не будет сидеть. Да. Поэтому те, кто живут на Академической и ходят в этот кинотеатр, то я вот вам конкретно не советую сидеть на первом ряду. Я тоже. Саша меня вызывает. Выдержи. Я в туалете. Да ты офигел? Выдержи. 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 У меня говорит, я тебе попить дам. Мы, короче, наревелись. Мне кажется, я еще давно так не ревела. Сначала от горя, потом от радости. Слушай, ну, фильм классный, конечно. Просто как раз. Кристина за то решила, да есть попкорн. Ну что, тебе понравился фильм? Да. Да? Я. 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 ужасно классный фильм ну забери и да тут конечно знаете нужно смотреть каждому и понимать что когда ты у меня что когда ты заводишь животное ты несешь за него ответственность в первую очередь ты никто больше вот ну и собственно да фильм классный всем к просмотру мы так и не поняли как он называется пальма или альма ну да короче лучше не краситься на этот фильм и не не краситься и запасаться платочками а не только мы до такие вышли все такие саша сказал что весь зал вышел заплаканный поэтому он и не пошел на этот фильм я смотрю у тебя то нет никаких эмоций мне понравился понравился и так что в итоге про фильм рассказать мои выводы ну во-первых фильм действительно стоящий если вы любите смотреть фильмы про жизнь про чувства про настоящие эмоции и не всегда это положительные эмоции то стоит посмотреть вам этот фильм но так что сидела саша говорила что на самом деле всему виной оказалась элементарная наша бюрократия все вот эти бумажки и как бы там люди не хотели поступить по-человечески бюрократия победила в общем-то отсюда все и началось ну и закончилось собственно кстати тоже этим же самым тоже бумажками бюрократии вообще какой у меня вывод сложился из всей ситуации самое наверное главное что залегло в моей голове ты никогда не дарите животных кому-либо на какие-либо праздники дарите что-то что не имеет душу потому что не всегда эти подарки нужны другим людям и возможно вы думаете что вы подарили положительные эмоции друга и так далее но не каждый это оценит и не каждый сможет нести за это ответственность я думаю что каждый человек все таки эту ответственность должен сам себе принять на то есть ну это должно быть взвешено решение они то что мы навязали потому что страдает и правило потом другие к сожалению да страдают животные ничем не повинны вот поэтому это самый главный вывод который я поняла ну и конечно же что нужно помогать не нужно быть черством потому что опять же там очень много показано людей которые борются за карьеру еще за что-то и наплевательски относятся к другим людям вот и собственно нужно конечно быть человечными нам всем чтобы мир вокруг стал лучше ну так как вы хороший фильм показаны разные истории как бы вроде как основная история про собаку но там затронуты и остальные не в небольшие показаны судьбы истории поступки других людей в общем очень такой неплохой и если вы еще раз повторюсь любите поплакать на самом деле да на этот фильм лучше идти не накрашенными с кучей платочков запасаться вот ну по крайней мере я именно так и смотрела ну судя по тому что саша сказал если нету платочков придется вытираться и не хотите плакать то выбирайте годзиллу против конда там дружба побеждает там все позитивно никаких выводов жизненных ты не сделаешь из такого дружба побеждает даже 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 среди заклятых врагов там тысячелетия которые противостояли друг другу предки протестовали можно помочь в трудную минуту и остаться как так скажем не врагами а следующая серия не опять будут воевать они же в конечном счете что тот что тот они же даже для людей приносили добро в конце я думала саша скажет если у вас нет платочков то будете вытираться об рукав соседа нет ты хочешь сказать что если бы ты пошел ты бы плакал ты же никогда не любишь на такой фильме не хочу идти и смотреть но почему даже если ты не плачешь что чуть посиди посаду и толк смотреть время тратить то что мне вот не нравится я лучше у вас хочу я понимаю если бы ты не хотел идти потому что знаю что ты там развивешься это типа что я разрываю до такой мне до сих пор гайм болит голова я настолько на переживалась если честно я не знаю почему провестишь понимаешь что это фильме уже даже в телефоне посидела интересный фильм это я посидел интересный фильм когда ты не отвлекаешься на нет я не плакал потому что я могу остановиться я сижу мне слезы текут и все нормальные люди смотрят а у меня просто так все течет вот и это я честно говоря мне до сих пор голова болит и я наверно приеду в тупи таблетку от головы потому что это что-то с чем-то вот короче этот фильм для того для тех у кого нет каких-то моментов жизни над которыми можно плакать вот вот это прям самый раз что а знаете почему я хочу сказать что вот если бы там не было собаки я бы столько не ревела на все фильмы которые связаны с животными то есть или с теми кто страдает и не по своей вине и к тому же они беззащитные да то есть абсолютно ни в чем не виноваты вот я не могу прямо теперь жить для меня вот это вот факт этой несправедливости он просто меня убивает и от этого на самом деле вот как раз таки очень обидно то есть я вот например я говорю фильм белый бим черное ухо я до сих пор мы не могут посмотреть потому что я не могу я первую серию досматриваю все тоже там накрывает и второй части так они до сих пор не дошла до сих пор не могу первой части гадилы посмотрите это было неинтересно до сегодняшнего момента это мне даже было неинтересно но этот фильм в принципе просто назло не хочу назвал пашу пошла и ты не хотел просто идти на сопли 100 павлику рассказал и расскажу прям в подробности какой ты о чем так и делает засранить про что он мне там рассказал уже это ли уже а мы возвращаемся в каменные джунгли но мы собственно вы из них никуда не выезжали сейчас уже эти фонарики включены уже темно на секундочку уже 10 минут 9 поехали домой так сейчас быстро вам покажу что мы купили давайте начнем с найка пакете прям положу так первое это вот такой топик я себе взяла очень прикольно мне понравился он такой удобный нигде ничего не жмет ну в общем топик как нижнее белье хотя он но я так понимаю как спортивный идет в плане там для для занятий спортом и так далее в общем кому как удобно тот так и носит и купили мальчишкам вот такие кроссовочки на лето на теплую весну уже когда луж нет вот такие прикольные кроссовочки размер кстати взяли скажу какой 25 евро кстати не обращать внимание два ногтя отвалилась вот в общем были в найке зашли в adidas и в nike но вообще ничего не было единственный который мы нашли и сразу взяли они были со скидкой вышли каждая пара чем двое одинаковых взяли каждая пара вышла по 1300 что ли 1100 даже до 1100 по моему в общем очень выгодно вышла в итоге у него там точно такие же так а здесь мы были когда фамилии просто купили себе пару футболочек я вот на лето такую кофточку себе купила мне понравилось как она сидит место сейчас я уже не буду мерить на себя такими вот рукавчиками на бретельках такой плотный хлопок даже знаете похоже на лен давайте посмотрим что там составе все как обычно кажется полиэстер так что тут составе составе а вот 50 процентов ли он правильно я сказала и вискоза еще 45 процентов очень похоже на правда надо этого такая вот льняная кофточка мне очень понравилось и сашка купил себе вот такую футболку так она большая поэтому покажем так обычная футболочка на лето беленькая светленькая приятный мягких хлопочек в общем так вот мы чуть-чуть приоделись как у нас здесь мы сейчас будем ждать ну 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 а что это все можно уходить чтобы быть лето на одном из самых приказа они не будут ждать потому что если вы Luara отсутствие я не буду ждать это инвестивHS я не буду учить никаких стабильных